Это город Николаев. Город корабел и бойца смешных единоборств Владислава Степанова. В конце лета очень круто приезжать в Одессу. Сидеть и так вот... Всем привет! Из Одессы. Так началось всё с мостом. Всё было наприкінь с 2010 года. Весёлый ветер! Весёлый ветер! Весёлый ветер! Весёлый ветер! Например, борода зажигают города. Смотри сюда! Привет, мои многоуважаемые подписчики, подписчицы и маленькие подписюки! Сегодняшний влог несколько выстраданный. То есть, материал собран по кусочкам за несколько разных дней, а до монтажа я всё никак и не дойду. Связано это с тем, что после поездки наступила некая такая апатия и просто не хочется ничего делать. Плюс надо как-то вливаться в работу, ну и прочие, короче, пироги. Но материал есть, влог я собираю. Так как он, так как реально у меня есть только несколько различных кусочков без вступлений, ну как без начала и без конца, соответственно, я хочу немножечко его прокомментировать. Итак, ко мне недавно, на днях, на прошлой неделе приезжал мой друг Алексей. Он живёт в Москве, он занимается кучей различных активных движух благотворительностью. Он бегает, переводя деньги в благотворительные фонды. Сейчас занялся плаванием, пьёт вкуснейшие чаи, участвует как раз в программе «Чайные бега». Ну, в общем, вот такой вот чувак. Сейчас я вам немножко покажу. Да, понимаешь, собрались просто, там чувак есть, он для диджея группы 2517. Он говорит, надо что-то делать полезного, надоели люди, которые вот хотят, вроде как, заниматься благотворительностью, но вся их благотворительность сводится к тому, что они сидят и плачут, как всё плохо, никто сам делать ничего не хочет. А у него чайная своя, чайная каста ещё. И он говорит, давай что-нибудь придумаем, что-нибудь полезное, это бег, да, там, приятное, это чаепитие. Я говорю, ты пользу будем приносить. Нашли фонд «Живи, малыш», как бы у него перечисляем деньги. Быстренько это всё упаковали из серии, там, приходишь, бегаешь, донатишь часть денег, определённую сумму, и потом бежишь, дальше тусуешься. Вот, начали, провели несколько раз, начали потягивать, там, известных людей, какие-то актёров, музыкантов, там, спортсменов, ну, то есть, грубо каких-то лидеров мнений. Они постили у себя, и всё это такое охватно брало, что, говорит, через три недели там стартовало порядка десяти городов, там, во всей России, и все то же самое дело, всякие чайные разные подключаются, ну, потому что это просто, реально. То есть, во всех десяти городах России тоже есть чайные? Да, причём без чайных никто не мучает. Конечно, это же чайные бега, это же, как бы, это основополагающие, чтобы потом пообщаться, попить вкусного чая, это без этого, то есть, я считаю, там, без бега бы этого не вышло, без чая, просто без благотворительности, это тоже было, это все основные три составляющие, которые, благодаря чему, и зашло это всё. А приезжаешь в какой-нибудь город, ставишь геолокацию, тебе сразу начинают, а приходите к нам в барбершоп, я говорю, слушай, барбершоп это для пидоров, я как бы не хожу. Подождите, к нам ходят спортсмены и байкеры, я говорю, я видел одно видео, где байкеры там кончают друг друга на бороду, я говорю, что с чем крыть будешь? Вот такие, нет, у нас это не так, и, короче, ну, в общем, не люблю я. Барбер, ну почему? Нет, естественно, там, если брать Москву, то понятно, я знал, что я просто в свой инстаграм запилю, что я иду на пробежку, я так-то это сделал, и перехожу, а там 30 человек стоит, вот, гибать. Вот, но, как бы, то есть, за день до этого я сделал, я знал, что я там соберу, и там любые люди соберут, ну, я когда хип, когда там 10 городов других, вот, 10 других городов подключились, причем совершенно разные, там, Хабаровска, где расстанет там 12 часов от Москвы, понимаешь, какая разница, и Воронеж, какие-то там Питер, ну, Питер, ладно, вообще тоже можно было понять, все подключаются, какие-то чайные выходят сами, такие, мы тоже хотим замутить, что делать нужно. Шмель, сука, короче, это город Николаев, город Корабел и бойца смешных единоборств Владислава Степанова, если вы не знаете, кто это такой, наверное, вы ничего не знаете о смешных единоборствах, ну, можно немножко намекнуть, вот, есть Конор Макгрегор, в общем, это не он. С поездом, который отъезжает от платформы, кто-то же купил билет, сидит в поезде, кто-то, блядь, охуенный машинист в этом поезде, а кто-то стоит, кто-то на перроне и думает, ебать, стоит ли мне покупать билет? Я 100% уже проебал, то есть, момент, все, ушло, то есть, то есть, пока есть сейчас момент в это залезть и быть там первым, надо пользоваться. Если нет, то, наверное... Не, ну, если там глобально про поезд рассуждать, неизвестно, куда он приедет, и, может, тот чувак, кто на перроне остался еще. Базараной! Ну, пока он едет... Пока есть, можно хайпануть с этого, как-то, как-то угореть. А зимой зима тут или все-таки какой-то ад? Вот, давай, посмотрите. Также в Николаеве у нас прошел очередной рок-фестиваль. Мы попали только на второй день этого фестиваля. Там принимали участие три команды. Название первой я не помню, вот. Ну, вторая была Черемерия. Такая, в принципе, прикольный такой группешник. Для Николаева очень даже ничего. Они... В них выступала группа, которая называется Гримов. Гримов — это такие старые древние чуваки, которые живут в мире Iron Maiden какого-то. Ну, такие... Короче, динозавры. Вот. И ставят вентиляторы, которые дуют им в лицо, чтобы волосы развивались, чтобы создавать такую некую эпичность. А еще мы ездили в Одессу. В Одессу ездили на рок-обильный и сейкобильный фестиваль Black's Ramble, который проходил уже третий год подряд. Огромное спасибо организаторам, которые делают этот крутейший морской фестиваль. Люди могут пообщаться, покупаться, позагорать, попить пивка, отдохнуть и в то же время дичайше угореть под классные рок-н-ролльные, свинговые, джазовые даже мотивы, сейкобильные. Куча интересных культовых украинских групп выступала на этом фестивале. Ну, нам дичайше понравилось. Правда, мы были только на одном из дней, ну и немного потусовались с ребятами. Кстати, встретили там Геру из гипнотюна, с которого мы никак не могли поймать, когда ехали в Винницу, когда ехали в Карпат и через Винницу, мы договаривались с ним встретиться, но он был вынужден ехать выступать, играть какой-то концерт неожиданно. Но на обратном пути мы договорились, что вроде бы все уже получается, и опять же мы едем в Винницу, а Гера уже в Ужгороде. Вот. А тут получилось так, что мы приезжаем в Одессу, заходим в такое интересное старое такое совковое заведение Тюлька, и вот он тут, пожалуйста, где бы, как говорится, встретились. И вот этот. А знаешь вот это? А Ниша с портиланского носителя. А ну капец, цеми зови веселый ветер. Веселый ветер, веселый ветер. Ну капец цеми зови веселый ветер. Ну нет? Я на потенциале, я что-то не знаю. Один остался на потенциале. Все, что можно сказать. Я так рад, что спас меня Иисус. Я так рад, что спас меня Иисус. И еще и слава и луя, спас меня Иисус. В общем, сняли себе проститутку и такие вот, ну вот мы там из Минска, короче, все дела, а что у вас тут, мы вообще едем на музыкальный фестиваль, там, выбух, все дела, там, я не знаю, как они вам рассказали, а у вас что тут в Виннице происходит, кого-то знают, какие-то группы, какие-то есть? Это они с проституткой? Да, да, вот с проституткой разговаривали, видишь, увидели в ней человека, начали рассказывать, типа, откуда они куда едут, да не, ничего не знаю, только Banditos Bank вот есть, такая группа, вот, да, чуваки, типа, У-у-у-у, успех! Это, знаешь, это успех! И тут Гера такой в свадебном пиджаке. Она тут сейчас не оправда, нет? В Гавайке! Передавай привет! Всем привет! Из Одессы! С Фастом. Кто придумал название? Знаю, что логотип придумал Юра, а саму назву Свостона, я так думаю, вважаю, это Арсентий Буф. Вы обсуждали. Какое-то оно родилось, так, спонтанно, что-то такое. Выбух такий Свостона, девочки, ну, гарно, а вам сподобилось. Судя по статистике просмотра моих влогов, показатель мне не очень нравится, даже очень не нравится, да, учитывая, что все-таки у меня уже больше десяти тысяч подписчиков и как бы каждый влог в среднем иногда даже не дотягивает до пятисот просмотров, но это очень мало, да, я стараюсь реально снимать прикольные вещи, я где-то езжу, что-то делаю, ну, вроде бы качественный, интересный, насыщенный контент, но люди его не хавают, вот, а хавают инструкции по плетению браслетов из паракорда. Ну, соответственно, в ближайшее время я пока буду писать инструкции по плетению, а влоги уже, ну, все будет зависеть от комментариев под этим роликом. Стоит их вообще продолжать писать так часто или, возможно, вам будет достаточно там двух влогов в месяц. Вот, спасибо за внимание, уважаю каждого из вас, кто меня смотрит, очень люблю читать ваши комментарии, отвечать на них, ставить вам всякие лайки там, вот, сердечки и прочие всякие интересные приблуды. Подписывайтесь на канал, если вы все-таки не подписаны на него, смотрите там по ссылке в соцсетях, просто подписка, но она реально для меня много значит, это все-таки показатель. И Ютуб тоже, он же относится к каналам, на которые люди подписаны и которые комментируют, да, и проявляют какую-то активность. Ютуб тоже к ним относится более лояльно, чем просто как бы к роликам, которые смотрят с помощью там площадки ВК. Вот, поэтому если вот реально вы смотрите меня, но еще не подписаны на канал, пожалуйста, зайдите, подпишитесь, блин, поставьте там этот гребаный лайк, мне будет очень приятно, а у вас это не займет много времени. Спасибо за внимание, с вами был Любовер Борода. Любовер Борода зажигает города, смотри сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...